Добрый день, уважаемые коллеги. Большое спасибо организаторов за возможность поделиться этим самым взглядом фармакоэкономиста на проблему фибрильной нитропении и ее профилактики. Ну и вообще хотелось бы все-таки отметить, для чего мы говорим о фармакоэкономике, когда мы говорим вообще о каких-то клинических вещах, о выборе препаратов, об их эффективности. Почему вдруг встает вопрос все-таки о фармакоэкономике? Ну на самом деле, как уже было сегодня сказано, проблемы лекарственного обеспечения, они есть, да. Лекарственное обеспечение, мы знаем, что оно… Иногда есть какие-то ограничительные перечни или разрешительные, кому как более нравится, в том числе и упомянутые сегодня перечни дополнительного лекарственного обеспечения, перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. И, конечно, когда препарат с доказанной эффективностью в этот перечень входит, нам проще его использовать в клинической практике. Да, проще его закупать, проще его назначать. Если препарат в перечень не входит, возникают некие сложности с его закупкой, на самом деле они чисто технические, но тем не менее они возникают, и психологические даже больше можно сказать. И поэтому фармакоэкономика, она на самом деле является одним из требований федерального законодательства о включении препаратов в федеральный перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Если мы говорим о каких-то региональных перечень, то нет какого-то требования проведения фармакоэкономических исследований для включения препаратов в эти перечни. На самом деле это просто некий такой здравый смысл, что если препарат доказан с клинической, доказана у него клиническая эффективность, то, наверное, неплохо посмотреть действительно, сколько он стоит за курс терапии, сколько стоят какие-то дополнительные затраты, связанные с назначением этого препарата, как то коррекция каких-то побочных эффектов, пребывание пациента на койке и так далее. Ну и на самом деле фармакоэкономические данные можно применять на уровне даже отдельного лечебно-профилактического учреждения. И есть примеры там у фармакоэкономических исследований. Чаще они называются как некий анализ влияния на бюджет. Вы их можете видеть в виде каких-то отдельных моделей, которые строят фармакоэкономисты, чтобы тот человек, который хочет у себя в стационаре провести какое-то фармакоэкономическое небольшое исследование, может быть, хочет проанализировать закупаемые лекарственные препараты и понять действительно, сколько денег тратится на тот или иной лекарственный препарат. Вот для этого строятся эти модели. Когда человек берет, вводит в этот калькулятор стоимость препаратов своего лечебно-профилактического учреждения по тем тендерам, по которым он их закупает, вводит какие-то свои показатели по эффективности препаратов, по их распределению, и спустя буквально 2-3 минуты может уже получить для себя какие-то фармакоэкономические результаты, не прибегая к пользованию какой-то дополнительной литературы. Итак, что же можно ждать от фармакоэкономических исследований применительно к отдельным нозологиям, в том числе применительно к поддерживающей терапии? На самом деле хочется сказать, что забегая вперед, какой же может быть результат? Результат, в принципе, всегда выражается в сравнении эффективности нового лекарственного препарата, потому что для препаратов не новых фармакоэкономические исследования проводить и накладно, и неэффективно, и, в принципе, бессмысленно. То есть мы всегда сравним затраты на терапию, чаще на более высокоэффективную терапию, то есть затраты и эффективность. Но какие у нас возможны варианты? Появляется новый препарат, который по своей эффективности, скажем, уступает уже какому-то золотому стандарту, имеющемуся в арсенале клинициста, и при этом, допустим, превосходит по стоимости. Тут никакая фармакоэкономика не нужна, и, в общем, даже такой препарат, видимо, не очень сильно нужен. Представим себе, появляется какой-нибудь биосимилер, биоаналог, который обладает, предположим, сравнительно чуть меньшей эффективностью, потому что мы понимаем, что если препарат как-то отличается оригинально, пусть даже по вспомогательным веществам, то в своей кинетике и динамике он как-то, в принципе, тоже может отличаться, несмотря на заявленную эффективность. Но при этом предполагается, что у него и стоимость должна быть меньше. И вот здесь уже фармакоэкономика, она как-то нам позволяет понять, действительно ли оправдано снижение эффективности снижением стоимости, или, скажем так, это не очень сильно оправдывается. Высшая эффективность, предположим, вдруг, и ниже стоимость. Опять никакая фармакоэкономика не нужна, но, к сожалению, мы очень редко видим такие примеры. Очень редко, а чаще практически вообще их не видим при более детальном рассмотрении. Вот и самый наш типичный случай, когда появляется новый препарат, скажем, с доказанной большей клинической эффективностью, по влиянию на жесткие конечные клинические точки, но при этом и понятно, что он не может стоить дешевле, чем то, что уже имеется сто лет на рынке, производится в больших масштабах, тиражируется и так далее. И поэтому фармакоэкономика тут нам и должна как-то помочь оценить, действительно ли та прибавка в эффективности, она обусловлена той большей стоимостью препарата, или, в общем, препарат может быть необоснованно, высоко затратным. Ну и возвращаясь все-таки к теме нашего ланч-симпозиума, хотелось бы привести небольшие данные фармакоэкономические, которые мы смогли получить у себя на кафедре, относительно проблемы профилактики фибрильной нитропении у пациенток с раком молочной железы, получающие курсы с высоким риском развития фибрильной нитропении. Сравнивались препараты грануно-суставных колоний стимулирующих факторов, как длительного действия, то есть ПЕК-филграстим, короткого действия, филграстим-эленограстим, ну и рассматривался режим так называемый плацебо, говоря русским языком, это все-таки отсутствие профилактики фибрильной нитропении, а лечение уже развившейся в случае фибрильной нитропении. В данном проекте мы оценивали затраты на сам лекарственный препарат, для профилактики, я делаю акцент именно фибрильной нитропении, не для лечения, оценивали затраты на сами фибрильные нитропении, которые все-таки могли развиваться, несмотря на профилактику. Также создавался калькулятор, на основе которого мы можем посмотреть для каждого отдельного лечебно-профилактического учреждения, исходя из того профиля препаратов для профилактики, который она закупает и цен, насколько действительно обосновано данное распределение и может быть как-то что-то можно поменять с точки зрения улучшения лекарственного обеспечения и экономии затрат. Так, какие же затраты, еще раз повторяюсь, это были прямые затраты на лекарственный препарат, прямые медицинские затраты на посещение дневного стационара или на какой-то амбулаторный прием с целью введения лекарственного препарата гранулоцитарного колонио-стимулирующего фактора, потому что, как мы все прекрасно знаем, препараты с коротким периодом действия назначаются по инструкции от 6 до 11 дней. То есть 6 дней – это такая все-таки реальная практика, пациент при каждом курсе химиотерапии должен получить. Понятно, что в результатах клинических исследований заложен более длительный период профилактики в виде 11 дней. Да, но мы прекрасно понимаем, что 11 дней – это все-таки что-то более отдаленное, а вот все-таки 6, но, наверное, ближе к реальной практике, хотя мы знаем, что есть все-таки случаи, когда профилактика препаратами короткого действия назначается и 1-3 дня. Но все-таки эти случаи надо больше отнести к некому отступлению от протокола и к снижению. Все-таки понять, что в данном случае мы наблюдаем значительное снижение эффективности профилактики и совсем отличное от того, что мы наблюдали в результатах клинических исследований. Также были оценены, как я уже сказал, прямые медицинские затраты на сами инфекционные осложнения, и в том числе на неинфекционные, при развившейся фибрильной нитропении. Ну и также оценивались косвенные затраты. Почему в данном случае оценивали косвенные? Потому что при построении модели фармакоэкономической мы увидели, что в данном случае развитие фибрильной нитропении влияет на сам курс химиотерапии, который получает пациентка. И это мы увидим в модели. При этом она оказывает фибрильной нитропении такое влияние на курс химиотерапии, что иногда происходит изменение дозировок. Расстояние времени между самими курсами. И все это, в принципе, сказывается на эффективности терапии. И забегая вперед, я могу сказать, что мы получили данные о том, что отсутствие профилактики фибрильной нитропении снижает прогнозную выживаемость пациента. И поэтому мы еще и оценили косвенные затраты, связанные с преждевременной смертностью. Вот как выглядела наша модель Маркова. Тут вы видите такие овалы. Это на самом деле состояние пациенток. Сейчас немножко прокомментирую эту модель, чтобы она не казалась какой-то такой, скажем, перегруженной. В данном случае мы имеем пациентку с раком молочной железы, которая получает терапию с высоким риском развития фибрильной нитропении. И дальше мы просто моделируем, как развитие фибрильной нитропении сказывается на режиме химиотерапии. Есть данные о том, что в 65-80% мы видим снижение дозы химиотерапии. Также есть вариант отмена химиотерапии. И мы видим, что все-таки в каком-то проценте случаев фибрильная нитропения не ведет к изменению в режиме дозирования при получении химиотерапии. Далее к этому мы наложили данные о том, в какой частоте случаев развивается фибрильная нитропения при различных видах профилактики. То есть мы можем видеть, что препараты длительного действия в 11% только случаев развиваются при их назначении фибрильной нитропении. Для препаратов короткого действия мы видим уже в 19% развитие фибрильной нитропении. Ну а при отсутствии профилактики мы видим, что практически в два раза увеличивается вероятность наступения фибрильной нитропении. И все это как бы сказывается на эффективности самой химиотерапии. Далее мы провели, собственно говоря, анализ затраты эффективности. Посчитав все те затраты, мы сравнили с частотой развития фибрильной нитропении, оценили выживаемость и посмотрели, сколько действительно стоит один продленный год жизни пациента при назначении тех или иных лекарственных препаратов для профилактики фибрильной нитропении. В данном случае мы сравнили лейкостим, филгорастим, ну такой один из самых распространенных, ленограстим мы посчитали, ну и посчитали затраты, конечно же, на препарат длительного действия, на ПЕК филгорастим. Что мы получили? Мы получили, что наибольшая ожидаемая продолжительность жизни наблюдалась на профилактике препаратом длительного действия. Она, конечно, была небольшая разница, да, это всего лишь 0,2 одного года. Но мы понимаем, что 0,2 для поддерживающей терапии, не для химиотерапии, это на самом деле достаточно весомая цифра. И она была в пользу все-таки неуластима. При этом разница в затрат мы наблюдаем, что по сравнению с лейкостимом у нас было 17 тысяч в пользу неуластима. То есть он еще экономил нам в данном случае затраты. И по сравнению с граноцитом он экономил порядка 211 тысяч. В данном случае модель, я забегая немножко вперед, строилась на пожизненную терапию. И оценивали затраты на весь курс. Время. Время, да. В данном случае, буквально минуту заканчиваем, мы видим и экономию затрат, и прирост в их эффективности. То есть мы не рассчитывали никакие дополнительные дальше затраты. Однозначно, по сравнению с этими препаратами мы получили экономию. По сравнению с более дешевыми вариантами, да, и отсутствием профилактики. Более дешевым в данном случае мы рассматривали такой дженерик, как филгростима, как нейпомакс. Да, мы получили увеличение затрат при приеме неуластима на 135 тысяч и на 145. Но при этом мы получили опять прирост в эффективности в пользу неуластима. В 0,2 года по сравнению с профилактикой коротким препаратом. И в 0,7 при отсутствии профилактики. Забегая вперед, скажу, что мы рассчитали показатель стоимости одного продленного года жизни и для сравнения с дешевым дженериком и с отсутствием профилактики. И этот показатель полностью уложился в порог готовности платить для Российской Федерации, что является критерием экономической эффективности. Благодарю за внимание.